Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня у нас первая лекция по специальному курсу «Основы общей топологии». Этот специальный курс является свободным, необязательным. Он семестровый, в конце его предполагается экзамен. Проходить он будет у нас по средам. Первая лекция, я написала в объявлении, будет предоставлена вам видеолекция 16 сентября и дальше по средам до конца семестра. Программу курса я вам пришлю, насколько я на данный момент имею. Список записавшихся слушателей у меня составляет пять человек, может быть, добавится еще кто-то. Я вам всем на электронную почту пришлю программу этого курса более подробно. Дальше, немножечко позже, я пришлю вам список задач по этому курсу. И к экзамену я обычно из этого большого списка задач, там они будут расписаны задачи к первой лекции, задачи ко второй лекции и так далее. Из этого списка я выделяю некий более узкий список, так называемый список обязательных задач к экзамену. Вот, и из этого уже более узкого списка, который тоже вам пришлю в конце семестра, но заранее, будут предлагаться задачи на экзамене. Ну, а вот, что касается программы, я просто вам прочитаю сейчас основные заголовки, которые у нас тут будут, и немножечко скажу о литературе, и потом начну, собственно, первую лекцию. Первая лекция носит вводный характер, который у нас, лекция, которая будет сегодня. Это что такое топология, где она применяется, и некоторые самые первоначальные ее понятия. Затем, значит, идут такие заголовки, как топология метрических пространств. Мы будем рассматривать понятие факторизации топологического пространства, фактор топологии, так называемая. Затем у нас будет тема, связанная с поверхностями двумерными, классификация тренгуляции, классификация поверхностей с точки зрения общей топологии, понятие эллеровой характеристики поверхности. Затем мы рассмотрим такую тему, как действие групп на топологическом пространстве, и рассмотрим понятие пространства орбит. Это тоже относится к факторизации топологических пространств. Будут рассмотрены проективные, ну и, может быть, я коснусь линзовых пространств. В каждой теме по возможности я стараюсь приводить примеры и некоторые задачи. Затем будет такая тема, как произведение топологических пространств и топология в нем, так называемая Тихоновская топология. Кстати, основатель нашего факультета Андрей Николаевич Тихонов был в молодости топологом, занимался топологией, получил очень существенные, даже знаменитые результаты в топологии. Вот как раз топология произведения топологических пространств часто называют Тихоновской топологией. Затем мы рассмотрим такие понятия, как связность топологического пространства, связанные компоненты и классификация, что ли, в какой-то степени топологических пространств по степени их отделимости. Отделимость топологических пространств. Это хаусдорфовые регулярные и нормальные пространства, а также функционально отделимые пространства будут рассмотрены. Будут рассмотрены также понятия аксиомы счетности в топологических пространствах. Это связано с мощностью так называемой базы топологии в топологическом пространстве. Затем будет важное понятие рассмотрена компактность, локальная компактность, парокомпактность топологических пространств. Изменитая теорема Тихонова утверждает некие свойства произведения компактных топологических пространств. Будут рассмотрены понятия компактного расширения топологического пространства, некоторые теоремы метризуемости, то есть как связано топологическое пространство и метрические пространства, всегда ли можно ввести метрику в топологическом пространстве. Ну и может быть, на этом мы завершим, это примерно займет 12 лекций, а может быть, еще если останется у нас время и будет у вас, так сказать, энтузиазм, мы рассмотрим еще некоторые вопросы, связанные с понятием гомотопии, ретракции, деформации в топологическом пространстве. И немножечко коснемся другой ветви, что ли, топологии, которая называется гомотопической топологией. Теперь, что касается литературы. Я, пожалуй, не буду писать на доске сейчас название книг, которыми мы будем руководствоваться. Я вам покажу сейчас две основные книги, по которым мы будем заниматься. Основная книга – это «Введение в топологию» четыре автора. Борисович, Близняков, Израилевич и, так сказать, ваша покорная строгослуга Фоменко Татьяна Николаевна. Называется «Книга введения в топологию». Она выдержала несколько изданий. Сейчас я вам ее покажу. Вот, если хотите, я попрошу оператора покрупнее, пожалуйста, покажите обложку этой книги. Это третье издание уже на русском языке. Оно вышло в издательстве ОРСС в 2015 году. У нее уже много изданий, наверное, пять, начиная с 1980 года. Это будет основной наш, что ли, учебник. Задачи я беру вот из этой книжки в основном. Это очень удобно, потому что здесь есть указания к задачам. Она немножко построена нестандартно по содержанию, но, тем не менее, пользоваться ей вполне удобно. Эта книжка называется, тоже, пожалуйста, покажите покрупнее, «Элементарная топология». Здесь тоже четыре автора. Это петербургские математики. Сейчас некоторые из них уже за границей живут, но неважно. Это петербургские математики. Олег Янович Веро, затем Иванов Олег Александрович, Нецветаев Николай Юрьевич и Харламов, не помню его полное имя. Вот такая книжка, вполне удобно для того, чтобы брать из него задачи. Но, как я уже сказала, задачи я вам буду присылать. И, на самом деле, если хорошо самостоятельно позаниматься по этой книжке, то можно найти там почти все указания или даже решения многих задач. Дополнительная литература. Если вы захотите самостоятельно, так сказать, немножко углубленно изучить эти вопросы. Это вот такая книжка «Рохлин-Фукс». Я вам пришлю программу и укажу там дополнительные книги, поэтому сейчас тоже не буду записывать это на доске. Книга двух авторов «Рохлин и Фукс. Начальный курс топологии. Геометрические главы». Она издана давно, в 1977 году. Неизвестно мне, не знаю, может быть, переиздавалась. Надо посмотреть. Есть более сложная книга, существенно более сложная. Два автора. Фоменко, но не я, это Анатолий Тимофеевич Фоменко и Фукс Дмитрий Борисович. Называется книга «Курс гомотопической топологии». Там есть и разделы, связанные с общей топологией. И в основном она посвящена, судя по названию, гомотопической топологии. Она тоже переиздавалась несколько раз. Последнее издание, по-моему, тоже было вот уже не так давно, но я вам постараюсь это прислать. Вот. Ну и можно еще рекомендовать книжку Прасолов Виктор, не помню его отчество, «Задачи по топологии». Но это тоже книжка более сложная, более продвинутая. Она издана в Московском Центре непрерывного математического образования в 2008 году. Вот кратко о содержании нашего курса. Теперь давайте немножечко поговорим о том, что же это за наука такая топология. Значит, первые идеи топологии, первые идеи. Давайте я запишу заголовок. Лекция первая. Курс называется наш «Основы общей топологии». Значит, сегодня первая вводная лекция. Первые идеи топологии появились еще в XVIII веке в трудах таких математиков, как Леонард Эйлер. Имя Эйлера вам хорошо знакомо. Число Е всем известно из первого курса, как раз в честь него названо. Ему принадлежит введение этого числа. Это XVIII век, 1707-1783. Не буду подробно записывать. Далее Карл Фридрих Гаусс, знаменитый, великий, можно сказать, математик. Это уже конец XVIII века и начало XIX века. Значит, Эйлер XVIII век. Затем Энрико Бетти. В честь него есть такие в алгебраической топологии группы Бетти. Вот это в честь этого математика. Это тоже XVIII век. Ну и, наконец, вторая половина XVIII века. И, наконец, основателем топологии, главным основателем топологии является, на мой взгляд, величайший математик Жюль Анри Пуанкаре. Анри. Обычно пишут просто Анри Пуанкаре. Пуанкаре. Анри Пуанкаре – это конец XIX, конец XIX и начало XX века. Ну, наверное, у вас на слуху. Может быть, вы интересовались. Не так давно очень много было информации по поводу доказательства гипотезы Пуанкаре Григорием Перельманом, петербургским математиком. Пуанкаре выдвинул гипотезу, которую очень долго не могли ни доказать, ни опровергнуть, которая звучит так, но пока это будет непонятно, но тем не менее. Если трехмерное многообразие является гомотопической сферой, то оно является настоящей сферой эвклидовой. И вот этот момент, вот это была гипотеза, которую удалось доказать Григорию Перельману. Ну, значит, вот таким образом топология зародилась, как вы видите, еще вот, ну, по крайней мере, не позже, чем в начале XX века. У Пуанкаре есть замечательная книга о науке, и там он философствует и говорит топологии такие вещи, как он представляет себе значение этой науки. Ну, вот все мы изучаем на первом курсе поверхности, изучаем кривые на плоскости и задаем их обычно уравнениями. Вот, и от уравнений мы переходим геометрическим образом, мы стараемся понять, как они расположены в пространстве, эти объекты, кривые или поверхности, как они пересекаются, как они взаимодействуют друг с другом и так далее. А вот Пуанкаре задумался над тем, а у нас же есть уравнение, в которое входит много переменных. То есть возникает мысль такая, что в пространстве большего числа измерений, чем три, нам тоже интересно, какие геометрические объекты возникают, как они между собой соотносятся, как они пересекаются и так далее. И вот он считал, что понять взаимное расположение этих геометрических объектов в пространствах большего числа измерений – это важнейший момент. Потому что человеческое воображение богато, и если мы представляем себе геометрию этих объектов, то мы или будем лучше представлять себе и существование решений таких уравнений и так далее. Например, он писал следующее. Он определял эту науку топологии, он называл ее «аналисис ситус», то есть анализ взаимного расположения, анализ расположения. И определял ее следующим образом. «Аналисис ситус» есть наука, которая позволяет нам узнавать качественные свойства геометрических фигур не только в обычном пространстве, но и в пространстве более трех измерений. «Аналисис ситус» в пространстве более трех измерений представляет громадные трудности. И чтобы начать пытаться их преодолевать, нужно быть очень убежденным в крайней важности этой науки. «Если эта важность не всеми понята», – говорил Пуанкаре, – «то это потому, что об этом недостаточно размышляли». Таким образом, он мыслил таким образом, что именно важно геометрическую природу понять тех объектов, которые задаются различными уравнениями. Я еще не упомянула еще одного математика – Бернхард Римман, который тоже излагал ряд топологических идей. Но Римман – это уже конец XIX века. Итак, что же мы понимаем под качественными свойствами фигур, о которых говорит Анри Пуанкаре? В топологии под качественными свойствами фигур геометрических понимают такие их свойства, которые не изменяются при непрерывных деформациях. А что такое непрерывная деформация? Это такое преобразование фигуры, при котором не происходит склеивание каких-то ее удаленных точек и не происходит разрывов. Ну вот, например, давайте приведем такие простенькие примеры. Вот возьмем, например, качественные свойства фигур. Качественные свойства фигур, геометрических фигур. Это такие, которые меняются при так называемых гомеоморфизмах. Чуть позже мы дадим определение гомеоморфизма более точное. Ну, так сразу можно сказать, понятие непрерывности в математическом анализе нам известно. Если два геометрических объекта находятся во взаимно однозначном соответствии, причем это соответствие непрерывное, и обратное к нему отображение тоже непрерывно, вот тогда мы говорим, что эти две фигуры гомеоморфны, что это соответствие задает гомеоморфизм. Ну, а так сказать, грубо можно сказать так, что не происходит ни разрывов, ни склеиваний фигур. Ну вот, например, если мы возьмем чайную чашечку, такую толстенькую, сделанную, ну скажем, из какого-нибудь пластилина, вот такую вот, то если мы начнем ее деформировать плавно, но однако не склеивая между собой точки, которые удалены, и не разрывая, то мы можем постепенно преобразовать ее вот в такой вот бублик. Ну, я имею в виду заполненный бублик, не шина, а бублик, так сказать, заполненный. Вот. Ну, например, с другой стороны, если вы возьмете, скажем, окружность на плоскости, и если вы возьмете отрезок, то между ними, значит, здесь вот я поставлю значок эквивалентности, который означает, что здесь можно установить вот уже названный мною гомеоморфизм. А вот если вы возьмете окружность и отрезок, то между ними нельзя установить такого гомеоморфизма. Как бы вы ни пытались это сделать, для того, чтобы из отрезка получить окружность, вам придется какие-то две точки, которые не были рядом, склеить. Для того, чтобы из окружности получить отрезок, вам придется ее разорвать. А это запрещено при гомеоморфизме. Ну, еще можно привести такой, например, еще один примерчик. Вот представим себе, что стоит у нас человек, и вот он взял свои пальцы, вот таким вот образом друг в друга вставил. Вот я попытаюсь это нарисовать. Так, ну, сейчас получше немножко нарисую. Ну, вот, так сказать, руки его, вот здесь голова. Вот. Ну, вот представим себе, что человек взял вот так вот, сейчас я покажу. Вот таким образом переплел свои пальцы и стоит. Вот плавно деформируя, представим себе, что весь этот человечек сделан из пластилина. Тогда можно плавно преобразовать эту фигуру, деформируя, не разрывая и не склеивая, вот в такую, что, значит, ну, все тело человека можно аккуратно деформировать в такой вот шарик. А вот эти дырки, которые здесь образуются, так сказать, вот с помощью пальцев, можно их расширить, и мы получаем вот такую вот фигуру. Ну, вот у нас получается такой вот шарик, и на шарике, ну, как бы вот, приклеены две такие вот ручки, трубочки заполненные, сцепленные между собой. Поскольку все это сделано у нас из пластилина, из мягкого, мы можем потихонечку, двигая, деформируя ножки вот этих трубочек, мы можем вот плавным образом вот так вот перевести ту ножку, завести ее сюда и, так сказать, расцепить эти две петельки. У нас получится вот такая вот фигурка, на которой эти две петельки будут уже совершенно отдельно стоять. Вот таким образом. Ну, а теперь совсем просто. Мы можем деформировать эту фигуру тоже, считая, что она из пластилина, и преобразовать ее вот в такой вот бублик, ну, в котором не одна дырка, а две. Ну, понятно, да, что вот здесь вот у нас толстенькие такие трубочки. Вот мы можем разогнуть эти ушки и представить себе так. Таким образом мы получаем такое соответствие в итоге, что вот если вы, если человек сделан из пластилина, и он вот так вот сплел пальцы своих рук, то в итоге получается, что он эквивалентен вот такой вот фигуре с точки зрения топологии. С точки зрения топологии гомеоморфные фигуры, они неразличимы. И основной задачей топологии, одной из самых основных задач топологии, является введение таких методов, изучения и построения таких методов, которые позволяют нам выяснить для двух фигур, гомеоморфные они или нет. Значит, различать негомеоморфные фигуры это одна из важнейших задач топологии, в частности, и общей топологии. Вот я еще хочу вам для, так сказать, настроения, для первой лекции показать еще одну картинку, которую я взяла из другой книжки. Покажите, пожалуйста, покрупнее. Вот, посмотрите, здесь примерно такая же картинка с человечком, но только у него на руке надеты часы. Вот первая картинка. Видно? Затем, значит, мы преобразовываем эту фигурку. Часы скатываются по руке, так сказать, к плечу. Вот здесь часы находятся. Затем мы хотим провести такую же процедуру, как вот сделано на доске. И пытаемся ножку вот этой трубочки, которая из правой руки получилась, завести, развести эти две петельки. Вот что мы делаем. Мы потихонечку эту ножку проводим сюда. Вот, посмотрите. И в конце концов мы развели эти две петельки. Они получились вот в таком же положении, как нарисовано на доске. При этом браслет от часов у нас немножко вот тут запутался, как видите. То есть это уже более сложное преобразование с некоторым условием. То есть если мы хотим выпрямить руки, так сказать, зацепленные, это мы можем сделать. Но когда мы это делаем с часами на руках, то получается, что руки мы выпрямили. Вот ту фигурку, которая у меня здесь в конце нарисована, бублик с двумя дырками, можно себе представлять как человека, у которого вот эти руки уже расплелись, пальцы расплелись. Однако браслет часов, посмотрите, как здесь запутался. Значит, наши преобразования не учитывали, что здесь еще часы. А здесь вот они учитывают, и получается более сложная картинка. Но это, так сказать, для развлечения я вам картинку показываю. Ну вот, а теперь давайте чуть-чуть еще остановимся вот на чем. Какие разделы существуют в топологии, и как она вообще связана с другими математическими дисциплинами? Ну, значит, поскольку наш курс называется «Основы общей топологии», то я хочу сказать, что это действительно основная ветвь топологии. Она еще называется теоретика множественной топологии, потому что те факты, которые здесь рассматриваются и доказываются, они фактически основаны на теории множеств. Ну вот, давайте я такую схемку могу изобразить. Вот некая наука, топология. У нее я бы выделила вот три основных ветви, которые тоже между собой, конечно, связаны. Это общая топология, общая топология, общая топология, гомотопическая топология. Вот сюда я заведу. Гомотопическая топология. И очень важная ветвь, которую вот здесь я изображу, алгебраическая топология. То есть люди, которые занимаются топологией глубоко, конечно, изучают еще и алгебру. Оказывается, что эти две науки, алгебра, топология, геометрия, линейная алгебра, как частный случай, они все очень тесно связаны. Хочу сказать, что общая топология является основой всех ветвей топологии. Поэтому на самом деле в любой книжке, которую вы возьмете в руки по топологии, обязательно есть раздел, касающийся общей топологии. Потому что изучить гомотопическую топологию нельзя, не зная общей топологии. То же самое касается алгебраической топологии. Когда мы рассматриваем общую топологию, здесь еще много ответвлений. Я не буду их сейчас все называть. Рассматривают, например, топологические пространства с определенными свойствами и изучают только их. Получается целый раздел науки. Таким разделом относятся, например, топология расслойных пространств, топология векторных расслоений, топология многообразий и так далее. Разные типы пространств образуют целые ветви этой науки. Гомотопическая топология довольно сложная. Наука тоже разветвленная. Также алгебраическая топология. Здесь изучаются теории гомологии разных типов, теории экстраординарных гомологий, изучается теория препятствий. Очень много разделов тоже в этой алгебраической топологии. Изучаются спектральные когомологические последовательности. То есть очень разветвленная наука. После этих математиков, о которых я вам сказала, что они изложили или породили первые идеи, первые понятия топологии, в XX веке, начиная с конца XX-х годов, топология очень активно развивалась в России, в Советском Союзе. Здесь можно назвать такие великие имена, как Академик Александров Павел Сергеевич, Андрей Николаевич Калмогоров и много других. Действительно, их много, поэтому я не буду перечислять. Пышным цветом, можно сказать, топология расцвела в середине и в начале, в третьей четверти XX века. Значит, расцвет топологии в XX веке. Ну, вот в конце XX века, сейчас вот в начале XXI века, большее развитие получили сейчас прикладные науки, но это не значит, конечно, что прекратили существование науки вот такие абстрактные, в частности топологические. И хочу сказать, что топология находит все больше и больше применения в самых разных разделах, как математики, так и в различных разделах других наук. Где применяется топология? Во-первых, в физике изучаются различные поля, электрические, магнитные, ну и ряд других, не буду сейчас о них подробно говорить. изучаются в изучении векторных полей. Векторное поле – это, когда рассматривается некоторый объект, в каждой точке задан некий вектор. Получается векторное поле, по аналогии с полем колосков пшеничных, например. Изучаются особые точки, так называемых векторных полей, то есть в такие точки, где векторное поле обращается в ноль. Применяется топология в биологии. Если вы будете рассматривать длинные белковые молекулы, длинные, сложные белковые молекулы ДНК, белковые молекулы, имеют сложную топологическую структуру. Молекулы имеют довольно сложную иногда топологическую структуру. Сложную топологическую структуру. Структуру. В технике, поскольку в топологии изучаются поверхности, и очень тонкие свойства поверхности, вопросы их обтекания и так далее. Поэтому при оптимизации техники оптимизация поверхностей. Вы знаете, как это важно, поскольку у нас сейчас век больших скоростей, очень важно поверхность и форма самолета для обтекания его воздухом, поверхности, форма подводной лодки, не знаю, автомобиля, поскольку на больших скоростях это приобретает огромное значение. Оптимизация поверхностей. Я не буду дальше перечислять, и так далее, и так далее. Можно об этом говорить довольно много. Повторяю, что общая топология является основой всех других ветвей топологии. Ну и вот давайте сейчас приступим уже к конкретным понятиям общей топологии, а именно понятия топологического пространства. Я это сейчас сотру. Такие вот вводные слова. Эти вводные вещи о применении топологии можно найти в первой главе нашей книги «Введение в топологию». Там расписано применение топологии более подробно, рассматриваются некоторые задачи, где она применяется и так далее. Основы общей топологии в нашем спецкурсе в основном будет использоваться материал второй главы этой книги. Итак, первое понятие, которое мы рассмотрим, топологическое пространство. Первый раздел. Топологическое пространство. Что же это такое? Во-первых, дадим определение топологии. Пусть у нас имеется х, некоторое не пустое множество. Х, некоторое множество. Множество. Из первого курса вы знаете, из элементарной теории множества, что здесь вводятся операции объединения, пересечения, дополнения. Одно множество до другого, когда мы убираем элементы одного множества, остается то, что осталось во втором множестве. Так вот, теперь дадим определение. Значит, это просто множество. Мы хотим в нем задать топологию. Что такое топология? Значит, определение. Значит, есть термин топология – это наука, а есть такой же термин, он имеет здесь совершенно другое значение. Это вполне конкретное понятие топологии. Значит, топологией на множестве х называется такая совокупность таких подмножеств подмножеств х Ну, давайте я ее обозначу как Тау, совокупность ну, каких-нибудь В альфа, где альфа принадлежит некоторому не пустому множеству, а каждое каждое подмножество В альфа это есть подмножество множества х само множество х входит в эту совокупность а также мы всегда будем считать что пустое множество как особый случай тоже входит в эту совокупность и для этой совокупности Тау выполняется следующее свойство значит и выполнены свойства и выполнены условия так запишем условия первое условие что любое объединение любое объединение любое объединение этого множества из этой совокупности каком множество Б где Б есть подмножество А тоже принадлежит Тау значит мы берем любую совокупность отсюда может быть всю может быть не всю и объединяем полученное объединение обязательно тоже здесь содержится и наконец второе условие любое конечное пересечение конечное пересечение конечного числа вида такого вот В альфа КТ снова содержится в этой совокупности и так такая совокупность подмножеств из множества Х куда входит само Х входит пустое множество любое объединение из этой совокупности тоже туда обязательно включается и любое конечное подчеркиваю пересечение тоже туда включается так вот это топология ну пока что определение это вполне абстрактное давайте рассмотрим примеры примеры ну первый пример рассмотрим такую совокупность пусть у нас вот множество Х оно уже здесь обозначено возьмем за эту совокупность ТАУ топологию это буква ТАУ кстати греческая совокупность состоящая всего лишь из двух множеств пустое множество и множество Х будет ли это удовлетворять нашему определению оказывается будет действительно пустое множество Х туда входит любое объединение из этих множеств какое здесь может быть объединение ну либо само множество Х либо каждое из них отдельно тоже входит пересечение очевидно тоже входит так что это топология она называется тривиальной топологией тривиальная топология в любом множестве Х не пустом как вы понимаете можно ввести такую топологию. То есть любое множество можно превратить в топологическое пространство. Причем понятно, что не единственным способом. Вот в качестве второго примера, давайте я вам приведу, значит, эта топология, очевидно, минимальная, здесь всего два подмножества. Я сейчас приведу пример топологии, которая является максимальной, больше уже, как говорится, некуда. Рассмотрим, вот Тау-1 я ее назову. Это совокупность таких подмножеств А, что А принадлежит множеству непустых подмножеств Х. Ну и, конечно, нужно еще объединить ее, добавить еще пустое множество. Ну, само Х сюда входит. Добавим еще пустое множество. Давайте я объединю ее еще с пустым множеством. Итак, значит, мы берем всевозможные непустые подмножества множества Х, одноэлементные, двуэлементные, любые, абсолютно любые. Конечно, само Х это тоже является подмножеством самого себя. И еще плюс пустое множество добавляем. Эта топология называется дискретной. Дискретная топология. Дискретная топология. Ее тоже можно задать на любом непустом множестве. Ну, поскольку мы знаем уже две вот такие топологии, тривиальная и дискретная, то давайте сравним. Вообще, пусть заданы две какие-то топологии. Значит, сравнение топологии. Сравнение топологии. Пусть на множестве Х нам заданы две топологии. Пусть на Х заданы две топологии. Ну, скажем, Тау и Мю. Значит, определение. Мы будем говорить, говорят, что Тау слабее, чем Мю. Можно, конечно, здесь еще добавить равенство. Ну, давайте добавим и равенство. Значит, Тау не превосходит Мю. В этом смысле мы говорим, что Тау слабее, в скобочках я замечу, слабее Мю или совпадает, или равна. Если мы палочку добавили здесь. А Мю, Мю сильнее. Сильнее или равна Тау. В этом случае такие термины употребляют слабее, сильнее. Если, ну, если и только если, конечно, любое подмножество, если какое-то подмножество В принадлежит Тау, то оно обязательно принадлежит и Мю. Иначе говоря, все подмножества Тау принадлежат Мю. Но мы понимаем, что пустое множество и сам Х, они находятся в обеих топологиях. Ну, а вот все остальные подмножества, которые в Тау, должны быть в Мю. Тогда мы запишем вот это вот условие. Ну, строгое условие, это значит, что в Мю есть еще такие подмножества, которых нет в Тау. Ну, понятно, что вот эти два простейшие примера легко между собой сравниваются. Мы понимаем, что дискретная топология, конечно, сильнее. Если только множество не является одноэлементным, тогда у него и тривиальные, и дискретные совпадают. Ну, а любая другая топология, значит, для любой топологии Тау, топологии на Х, мы имеем такое свойство, что Тау 0 вот находится в таком сравнении. Значит, это вот топология минимальная, тривиальная, а это максимальная или дискретная. Ну, в любой конструкции математической, очень часто, во всяком случае, чтобы описать какой-то объект, в котором очень много элементов, пытаются рассмотреть его основу, что ли. Ну, вот, например, в линейном пространстве мы знаем, что там бесконечное множество векторов, мы выбираем базис, и тогда с помощью этого базиса, если пространство конечномерное, то это вообще конечный набор элементов, мы можем любой вектор каким-то образом выразить. Ну, вот, также и в топологии введено понятие так называемой базы топологии. Значит, следующий небольшой раздел – это база топологии. База топологии. Что это такое? Мы можем дать два определения базы и покажем, что они эквивалентны, и попробуем посмотреть, какие топологии и какие у них базы существуют в известных нам уже пространствах, например, в метрическом пространстве. Итак, база топологии. Определение 1. Определение 1. Совокупность ВТАУ. Давайте я обозначу это как-то В, скажем, альфа. Ну, альфа принадлежит какому-то множеству, там, какому-то множеству А, скажем, непустому. Иногда будем опускать эту запись. Называется базой. Называется базой топологии ТАУ. Если любой элемент у альфа, принадлежащий ТАУ, то представляет собой объединение элементов базы. Есть объединение. Есть объединение элементов базы. Из базы. То есть для любого элемента... Давайте я здесь другой значок поставлю, чтобы их как бы не путать. ВТАУ принадлежат В, скажем. Поскольку мы говорим, любой элемент есть объединение, в том числе и одноэлементное объединение. Вот здесь я это даже добавлю, чтобы это было понятно. В том числе одноэлементное объединение. То есть сами вот эти множества, они принадлежат ТАУ. Объединение, состоящее из одного элемента базы, это сам элемент этой базы. В том числе одноэлементное. То есть... Вот я в скобочках это продолжу. То есть сами вот эти множества, они тоже принадлежат, конечно, топологии. Иначе говоря, мы берем из топологии некий поднабор. И говорим, что это будет база, если любой элемент и топологии, любое подножество из топологии, есть объединение элементов именно из этой системы. Давайте другое определение дадим. Определение 2. Совокупность B ТАУ называется базой топологии ТАУ, если для любого элемента у альфа из топологии ТАУ и для любой точки Х, лежащей в этом множестве, существует элемент из нашей базы такой, что Х принадлежит вот этому элементу, а он содержится у альфа. Ну то есть картинка здесь такая, что если вы возьмете любой элемент из топологии и возьмете в нем любую точку, то найдется обязательно, может быть, он не будет совпадать с этим элементом, но какой-то элемент из базы, который будет вот лежать там. Ну я могу нарисовать картинку. Вот, допустим, мы взяли элемент у альфа, взяли в нем произвольную точку Х, тогда найдется какой-то элемент, вот ВБЭТА из базы, который содержит эту точку Х и лежит в этом элементе. Давайте попробуем доказать эквивалентность. Значит, утверждение. Утверждение. Определение 1 и определение 2 эквивалентны. Эквивалентны. Доказательства. Ну давайте вот из 1 попробуем вывести 2. Значит, пусть у нас каждый элемент по определению 1, у нас база это такая совокупность, что любой элемент из топологии ТАУ есть объединение элементов из базы. Значит, возьмем любой элемент у альфа, принадлежащий ТАУ. Он есть объединение по первому определению, этот элемент, есть объединение ВБЭТА элементов из базы, где ВБЭТА лежит у нас в базе, в базе ТАУ. Возьмем в нашем множестве любую точку Х, принадлежащий у альфа. Но поскольку у альфа является объединением элементов базы, то Х обязательно попадает в какой-то из элементов этой базы. Отсюда следует, что найдется такой элемент ВБЭТА, скажем, Х, такой же из этих элементов, что он содержит эту точку Х. Ну и все, тогда мы и получаем по второму определению. Для любой точки этого элемента мы нашли такой элемент базы, который содержит. Отсюда следует, что определение 2. Вот картинка тоже. Значит, вот наша У, альфа, есть объединение элементов из базы. Вот она объединение элементов из базы. Берем любую точку Х и ищем тот элемент базы, в который она попала. Поскольку все наше множество, вот я пожирнее здесь сделаю, все наше множество альфы объединяя, оно состоит из этих вот кусочков, то Х обязательно в какой-то кусочек попадает. Вот мы и получаем второе определение. В обратную сторону, если у нас в обратную сторону из второго определения, давайте выведем первое определение. Значит, так, по второму определению у нас в каждом элементе топологии для любой точки найдется элемент из базы и так далее. Но мы должны показать, что любой элемент будет объединение элементов базы. По второму определению для любого у альфа из топологии и для любой точки Х из у альфа у нас существует какой-то В бета из базы такой, что Х содержится в этом множестве, а он содержится в у альфа. Ну, найдем такие элементы для всех точек Х объединяя эти В бета В бета Х вот я здесь поставлю, что для каждого Х мы нашли свой, так сказать, элемент. Я его с значком Х помечу. Если мы рассмотрим объединение этих всех элементов по всем Х принадлежащим у альфа В бета Х, то получится как раз в точности у альфа, потому что каждая точка принадлежит какому-нибудь элементу. Получается, что, ну, во-первых, это объединение содержится у альфа, потому что каждая из элементов базы там содержится, а с другой стороны у альфа содержится в этом объединении, потому что каждая его точка здесь охвачена. Итак, мы показали эквивалентность двух этих простеньких определений. Итак, важно понимать, что такое база топологии. Давайте приведем еще примеры в известных нам пространствах в качестве базы топологии. вот, например, на плоскости пространство R2. Все знают его очень хорошо, знают, что там такое. Да, кстати, элементы топологии, давайте еще такое определение введем, подмножество, лежащее в топологии. Значит, если у нас tau это топология на множестве x, все, любой элемент U, принадлежащий tau, называется открытым множеством. И аналогично, поскольку мы говорили, что в топологии обязательно участвует само множество x и пустое множество, они тоже считаются открытыми. Вот, а дополнение до открытого множества, если U открыто, тогда дополнение до U называется замкнутым множеством. Называется замкнутым. Замкнутым. Итак, если мы выбросим из множества x какое-нибудь открытое множество, то то, что получится, называется замкнутым множеством. Отсюда видно, что само x и пустое множество очевидно являются открытыми и замкнутыми, потому что, если мы из x выбросим пустое, получится x, оно является замкнутым, и также для пустое множество. Вот пример, например, на плоскости. Пример пространства x это пространство вот наша R2 плоскость. Открытыми множествами мы обычно считаем такие вот шарики у радиуса R в центре какой-нибудь точки. Вот берем точку A на плоскости, берем вокруг нее шарик радиуса R открытый шарик. Открытый шарик. Я не буду писать, здесь имеется в виду, что расстояние норма разности между элементом A и элементом x, который здесь лежит, она строго меньше R. Впрочем, давайте напишем, это есть совокупность таких точек с координатами x, y или просто точек A на плоскости таких, что норма разности A маленькая минус A строго меньше R. Вот. Значит, давайте посмотрим, является ли совокупность таких шариков различных радиусов. Рассмотрим всевозможные рассмотрим всевозможные такие шарики у R A по всем R положительным рациональным числам. R принадлежит рациональным числам с плюсиком, то есть положительные рациональные числа, и по всем A на плоскости R2. Значит, если рассмотреть такие шарики с центрами во всех точках и, так сказать, с рациональными радиусами, то можно легко показать, что это будет база той топологии, которая образует открытое множество на плоскости. открытое множество на плоскости мы понимаем, как открытое множество на плоскости, как в матанализе мы это определяем. Это такие, это множество, это множество типа, например, ну, давайте обозначу W, где каждая точка X, если она содержится в W, отсюда следует, что некоторый маленький шарик, что существует такой вот какой-то шарик с центром в точке X, можно считать, что иррационального радиуса, который будет тоже целиком содержаться в этом множестве W. Иначе говоря, если мы на плоскости рисуем какое-то открытое множество и берем в нем точку X, то обязательно существует какое-то открытый шарик, содержащийся в этом множестве, содержащий точку X. Сейчас я получше нарисую. Берем точку X, вот мы ее окружаем шариком, этот шарик будет у R от X, где R какое-то можно взять всегда рациональное число. Если вы нашли хоть какой-то шарик, можно уменьшить чуть-чуть, допустим, радиус, у вас будет рациональное число. Все проходили на первом курсе, лемое приближение вещественных чисел рациональными, поэтому всегда можно взять именно рациональный радиус. В качестве, понятно, что это база, почему? Потому что действительно, поскольку есть такое свойство у каждой точки, то любое открытое множество можно представить себе как объединение вот этих шариков с рациональными радиусами, содержащих все точки и мы удовлетворяет это первому определению базы топологии. Кроме открытых шариков на той же плоскости в качестве базы топологии можно взять совершенно другую совокупность. Ну, например, можно взять открытые квадратики или открытые ромбики. Ну, другая база на плоскости, другая база на r2 можно взять открытые квадратики вот с радиусом со стороной r, где r тоже принадлежит, допустим, рациональным положительным числам, а центр этого квадратика любая точка а. А принадлежит плоскости. Вот такая вот совокупность таких открытых квадратиков тоже будет база. Почему? Опять же, в открытом множестве если мы нашли шарик, то мы найдем и квадратик, который будет в этом шарике, и наоборот тоже, кстати. Поэтому эти базы в этом смысле эквивалентны между собой. Итак, мы поговорили, что такое база, мы поговорили о сравнении топологии. Вот можно еще доказать, рассмотреть так называемый критерий базы. Вот такая небольшая теорема. Критерии базы. Теорема 1. Теорема 1. Критерии базы топологии. Критерии базы топологии. Критерии базы. Для того, чтобы покрытие, ну, можно в терминах покрытие сказать, лучше, наверное, покрытие. Для того, чтобы покрытие, я сейчас объясню, что такое покрытие, хотя многие из вас, конечно, знают, для того, чтобы покрытие, ну, скажем, V альфа, для того, чтобы покрытие множество х, множество х, было базой некоторой топологии, базой некоторой топологии на х, необходимой достаточно, чтобы оно удовлетворяло следующим условием, чтобы для любого пересечения двух, для любых двух, вот, V альфа, V бета, и для любой точки х, лежащей в, ну, таких, что пересечения не пусто, их, конечно, надо так сказать, таких, что V альфа и V бета пересекаются, для любой для любой точки х, лежащей в этом пересечении, V, прошу прощения, V альфа и V бета, нашлась бы, нашелся бы такой элемент нашей же базы, V гамма такой из базы, из, давайте я ее V вот обозначу, здесь тоже из V, конечно, мы берем, значит, V большое, вот, любые два элемента из нашего покрытия, такие, у которых пересечения не пусто, для любой точки, лежащей в пересечении, должен найтись такой элемент из нашей совокупности, что X принадлежит, так, это гамма буквы у меня тут, это гамма, не X, X принадлежит вот этому элементу V гамма, а он содержится в пересечении V альфа и V бета, так, значит, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось такое свойство, поясню слово покрытие, значит, в скобочках покрытие, покрытие, это значит, что объединение всех вот этих элементов по всем альфа из нашего, из множества V, оно должно совпадать со всем множеством X, но иногда чуть-чуть построже определяют, что оно должно содержать X, но поскольку мы рассматриваем только все то на множестве X, то будет просто совпадать. Покрытие означает, что оно совпадает. конечно, я имею в виду, что когда мы рассматриваем топологию на X, то мы строим ее по определению из базы и, конечно, присоединяем к ней еще пустое множество. Ну, давайте попробуем доказать. Доказательства. Ну, вот, сначала пусть у нас покрытие V является базой некоторой топологии. База топологии ТАУ. Топология ТАУ. Тогда раз это так, значит, тогда отсюда следует, что любое множество У, принадлежащее ТАУ, представляет собой объединение из вот этих элементов этой базы. Оно представляет собой объединение. у нас было еще другое определение базы, что в любом открытом множестве мы можем любым воспользоваться определением базы, если это база, для любого открытого множества и сейчас я подумаю, как тут лучше сказать. в частности, поскольку это у нас покрытие, то здесь, конечно, мы должны вот чем еще воспользоваться. поскольку это покрытие и мы рассматриваем его как базу топологии, то в определении базы мы всегда говорили, что вот сами эти подмножества они тоже принадлежат, значит, отсюда следует, конечно, мы должны это учесть, что это тоже элементы базы. Вот. Ну и мы должны теперь проверить вот это свойство. если у нас ну здесь даже не обязательно брать сейчас любой элемент из базы, а просто мы должны проверить вот это свойство. Значит, так как это база топологии, сами эти множества тоже открыты, они лежат в топологии, тогда давайте возьмем пересечение. Отсюда следует, что пересечение двух любых, значит, для любых v-альфа и v-beta лежащих v, если их пересечение не пусто, если пусто, значит, пусто, а если не пусто, то, значит, это будет тоже открытое множество по определению просто топологии. Будет тоже принадлежать топологии по определению топологии. Топологии. И тогда для любой точки х, лежащей в этом пересечении, в качестве вот этого v-гамма мы можем взять просто само пересечение, потому что оно лежит в топологии. потому что мы можем взять просто само вот это пересечение по определению базы. Это лежит в топологии. Отсюда следует, что найдется элемент из базы v-гамма, лежащий в нашей базе, такой, что х принадлежит этому элементу, а он принадлежит, содержится в этом пересечении. Значит, по определению базы, прошу прощения, по определению базы. Ну, это, конечно, принадлежит топологии. по определению топологии. Правильно. Топологии. Значит, еще раз повторю. Пусть у нас имеется база топологии. Тогда покажем, что выполняется такое свойство. Поскольку все ее элементы являются тоже элементами топологии, то пересечение является тоже элементом топологии. А когда мы рассматриваем определение базы, второе определение базы, то для любого элемента топологии, то есть для любого открытого множества и для любой ее точки обязательно найдется элемент из базы, который содержит эту точку и содержится в этом открытом множестве. То есть мы воспользовались тем, что это есть открытое множество из топологии и воспользовались вторым определением базы. Вот здесь я напишу по второму по определению два базы. Так здесь понятно. вот теперь другую сторону. Пусть у нас теперь в обратную сторону. Итак, пусть выполнено условие теоремы. Пусть выполнено условие теоремы. Теоремы 1. Покажем. Значит, есть некоторое покрытие, и для него выполняется вот это условие. Тогда покажем, что это действительно база. Значит, по условию теоремы это покрытие. Раз покрытие, то мы рассматриваем вот это условие. И теперь покажем, что из него можно сделать, что оно является базой какой-то топологии. Здесь у нас была топология известная, а здесь какая-то топология для покрытия для покрытия для покрытия вот этого V-альфа. Какое-то покрытие у нас есть. Давайте рассмотрим совокупность всевозможных объединений множества этого покрытия. Рассмотрим рассмотрим совокупность всевозможных объединений всевозможных объединений объединений множеств из этого покрытия из V. и покажем, что это топология. Покажем, да, и присоединим плюс еще пустое множество. Значит, мы рассмотрим всевозможные объединения под множество из этого покрытия и добавим к ним еще пустое множество. И покажем, что получится топология. Покажем, что получится топология. Получится топология. на x ну вот как мы это покажем значит нам нужно свойства топологии какие у нас свойства x должно туда принадлежать пустое мы уже включили но поскольку это покрытие то значит x у нас есть объединение всех вот этих в альфа в альфа принадлежит в по всем если мы объединим то это получится x значит вот x у нас входит тогда в нашу совокупность совокупность давайте я ее обозначу буквой т вот x тогда входит в т поскольку она является объединением всех наших подмножек а мы рассматриваем совокупность t всех объединений то x туда входит пустое множество тоже входит значит теперь нам надо по определению топологии показать что всевозможные объединения таких множеств туда входят и конечное пересечение ясно что всевозможные объединения что любые объединения объединения множеств из т тоже входит в т тоже входят в т ну как это смотрите ты у нас состоит мы сейчас рассматриваем такую совокупность каждое подможество т это некоторые объединения из вот этого набора если мы объединим несколько объединений то получится объединение тоже только большего набора вот и все то есть мы опять же получим совокупность вернее подможество из т это понятно теперь нужно показать что конечное пересечение туда входит значит покажем что пересечение двух элементов двух элементов из т тоже входит в т тоже в т ну допустим у нас один элемент опять же обращаемся к элементарной теории множеств каждый элемент из т это по по нашему так сказать построению вот у нас элементы ст это есть объединение каких-то элементов из нашего покрытия одно объединение другое объединение вот мы объединение один какое-то я поставлю вот и мы хотим пересечь их объединение какое-то два разные наборы берем из нашей вот этого из нашего покрытия в объединили здесь кусочек и объединили здесь какой-то их набор и берем пересечения но пересечение объединение это вообще говоря есть пересече и есть объединение пересечений это есть объединение некоторых пересечений в альфа и в альфа штрих ну это я абстрактную такую формулу пишу просто напоминаю вам что если мы раскроем скобочки здесь то мы получим объединение всевозможных попарных пересечений и нам достаточно показать нам достаточно показать что вот это множество снова будет у нас в т значит достаточно показать значит отсюда следует что то достаточно показать что вот пересечение любых двух элементов будет лежать в т для любых в альфа и в бета из нашей совокупности ты у нас объединение таких элементов а мы хотим показать что и пересечение любых двух тоже там будет лежать то есть мы хотим представить вот это пересечение в виде объединения такого же рода элементов покажем что это так действительно по свойству которое было указано у нас в теореме по условию теоремы по условию теоремы 1 для любого элемента для любой точки x лежащей в пересечении этих множеств найдется в гамма из нашего из нашей совокупности такой что x принадлежит в гамма а он содержится в этом пересечении но теперь подыскав такие давайте я здесь значком x обозначу чтобы было видно что мы для этого x нашли и тогда давайте соберем все такие вот элементы из нашего из нашей совокупности в большое для всех x лежащих в этом пересечении отсюда следует что совершенно понятно что в альфа пересеченные св бета есть объединение вот таких вот элементов по всем x принадлежащих этому пересечению итак мы здесь что сделать еще раз вот вторую часть значит пусть выполнены условия теоремы и у нас есть некое покрытие которое удовлетворяет тому что написано в теореме рассмотрим совокупность всевозможных объединений из нашего вот этого набора и добавим к нему пустое множество покажем что получится некая топология для этого нужно просто проверить определение топологии x туда очевидно входит потому что икс есть объединение всех наших множеств это было покрытие на что это автоматически пустое множество мы присоединили понятно что объединение таких объединений будет тоже объединением значит она входит наша систему t. Осталось показать, что пересечение любых двух элементов из t, из этой совокупности, тоже входит t. Если мы рассмотрим пересечение двух каких-то объединений, множеств из нашей совокупности v, то понятно, что оно представимо в виде объединения пересечений. Если мы докажем, что пересечение двух любых элементов из нашей совокупности w, ну не пустое, конечно, что оно является тоже объединением, то есть оно тоже лежит в t, то все будет доказано. Тогда t — это действительно топология. Вот как мы это доказываем? Мы берем вот это пересечение любых двух элементов из нашей совокупности. По условию теоремы, что говорится, что для любой точки из этого пересечения найдется такой элемент из нашей совокупности, такой элемент из v большого, что точка будет лежать в нем, а он содержится в этом пересечении. Но если мы тогда возьмем по всем точкам, найдем вот такие элементы и их объединим, то наше пересечение представимо тогда в виде объединения таких элементов. А все эти элементы сами лежат в. Отсюда и следует, что в альфа, пересеченное с в бета, будет тоже в t. Все, теорема доказана, что и требовалось доказать. Итак, мы доказали так называемый критерий базы, по которым можно судить, является ли данный набор базой или не является базой некоторой топологии. Но теперь возникает следующий вопрос, который мы рассмотрим, видимо, на нем и завершим сегодняшнюю лекцию. Вот мы говорим, что база, в критерии базы, в теореме у нас говорится, что этот набор элементов, которые мы рассмотрели, это покрытие. Вот возникает вопрос, вообще любое покрытие годится или не любое. Значит, как связана база топологии с покрытием, с понятием покрытия. Связь, давайте запишем такой небольшой заголовочек, связь базы топологии и покрытия. Ну вот у вас есть множество, представьте себе, вы взяли какое-то его покрытие под множествами, то есть мы получаем все множество. Вот покрытие. Для того, чтобы проверить, что это база, нам нужно выполнить условия нашей теоремы, критерий базы. Значит, пусть с, совокупность вот с альфа, с альфа, это любое покрытие, объединение равняется x, то есть с это покрытие, покрытие x. Ну понятно, что если мы будем брать, значит, как образуется топология из элементов базы. Ну берутся всевозможные их объединения и нужно, чтобы пересечение, так сказать, таких объединений, вот как мы в доказательстве теоремы рассматривали. Оказывается, можно такое утверждение сформулировать. Утверждение. Для любого покрытия, для любого покрытия, покрытия s, покрытия s с волной, которое есть s объединить с всевозможными пересечениями, s альфа, s, значит, объединить с любыми конечными пересечениями, пересечениями из s. Вот это уже будет база топологии. Ну и, конечно, еще нужно добавить пустое множество. Итак, если мы хотим сделать из покрытия базу топологии, то нужно к нему добавить всевозможные конечные пересечения. Ну, действительно, топология строится как совокупность объединений элементов покрытия. Значит, если мы будем брать возможные объединения, то нам нужно показать, что пересечение таких объединений было тоже объединением. Ну вот, если мы будем включать сюда конечные пересечения, то этого будет достаточно. Ну вот, пожалуй, я попрошу вас попробовать доказать это самостоятельно. Доказать самостоятельно, что если мы добавим всевозможные пересечения к любому покрытию, то это будет уже база некоторой топологии, которая строится как, берутся всевозможные объединения из элементов вот этого покрытия нового. Ну что здесь можно еще в конце добавить? Да, и вот тогда исходное покрытие. Значит, замечание такое сделаем. Замечание. Исходное покрытие Исходное покрытие С в таком случае называется в этом случае в этом случае называется предбазой предбазой полученной топологии Полученной топологии Полученной топологии Значит, ну в завершении первой сегодняшней лекции хочу сказать, что если у вас накопятся вопросы, мы сможем сделать онлайн-консультацию. Ну, не очень их много, но в течение семестра, может быть, там две-три сделаем. Если у вас есть единичные вопросы, причем ведь не всем интересны вопросы каждого, поэтому вы можете писать мне на почту свои вопросы, я постараюсь вам отвечать. Поскольку у нас коллектив небольшой, то, я думаю, вполне мы можем ограничиться вот такими обменами по почте. Вот. Но, тем не менее, если потребуется консультация, мы ее сделаем. Ну, пожалуй, на сегодня все, ребята. До следующей лекции. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok